Кто это? Шароли. Пятнистая это кто? А это галштинка. Тоже чистокровная, она еще пелка, она и кое. Некель, она не телилась еще. Ну, она еще как бы второго не стала. А это уже корова, вот ее теленок. Вот маленький. Два месяца теленку. Вот видишь, вон молочная корова и мясная. Вот смотри, да, если сейчас та отелится, ну, она должна отелиться вот где-то через полмесяца, вон та галштинка. Там будет кожа до кости. А вот эта корова, вот смотри, она отелилась, она кормит теленка молоком. Ты у нее кости видишь? Не видишь. Вот генетика, она вот заложена мясная. Поэтому, когда люди говорят, вот мы там держим, образно говоря, там у нас 300 голов. Так лучше вот держать вот 100 таких голов, вот как вот эта корова мясных, нежели 300 каких-то там обычных. Дворняк. Дворняк, да, Брая. Вон тот, он тоже бычок. Вот ему год, вон он, сементал чистый. Мы его оставили на племя. Он у нас как бы это, как производитель работает, но мы сейчас его не выпускаем в пастбище, потому что у нас там пелки, которым еще рано на случку, да. И вот эта генетика тоже, чистая галштинка, вот она стоит, видишь, пятнистая. Она будет огромная корова. Она еще вот сейчас отелится, и до третьего отела она будет расти, раздаваться вширь. Вот. Ну вот где-то у нее срок, начало сентября, я так думаю, что она должна будет отелиться. Вот это две телки отделили от матерей, они на подсосе были. Ну вот тебе шароле. Шароле это очень такая... Преимущество шароле, я тебе могу сказать, это качество мяса и минимум жира. То, что немаловажно, вот говяжий жир, он же очень тяжелый, очень вредный, он не пользуется спросом. А у шароле жира практически вообще нету. Чистое мясо идет. И мясо, если даже корова старая, мясо в любом случае это мягкое, не резина. Но потом второе, третье поколение. Непонятно, что ты получишь. Понимаешь? Первое поколение, ты можешь взять такой результат и удивиться, сказать, ой, как же он жил в лучшей чистоте. А второе поколение уже все, мелочь какая-то родится, и шаг безродный, и все, ничего не получится. А вот, вот она в чистоте. Почему вот я сейчас чудом нашел, вот у шароле вообще проблема это отелы. Отелы. Самые сложные отелы у шароле. Очень крупный плод. У этого, видишь, какая маленькая головка. И он генетически к амолу идет. Вообще шароле он идет рогатый. А это генетически. И самое важное, когда он идет, рождается теленок, он же идет вперед ногами и головой. И когда голова большая, да, ему сразу... Ну, вот я, вот видишь, у него тело какое, а потом тело у него дальше идет такой, ляжки, вон, бедра широкие, да. Ну, вот посмотрим. От него уже есть поколение. Он уже в прошлом году годовал и сработал. От него уже есть телята. От того вот пацанала, который стоит. Это французское. С Франции семя привозили, они искусственно осеменяют. А ты его почему где в констатике? Ты искусственно не осеменяешь? Нет. Я сейчас его, я их тут вот всех сейчас держу. Вот здесь вот, да. Я его выпущу, я его теперь выпущу в ноябре. В конце ноября я его выпущу. А сколько они вообще, Андрей, сколько они вообще производителями являются? Вот результативно так вот, когда бы хорошо прыгать до 5 лет.